Учитывая то, в какой стране мы живем, все помнят, в какой стране мы живем, я думаю, что здесь однозначно и то и другое. Единственное, что вот я могу про себя сказать, у меня есть и то и другое, но я, к сожалению, не очень активно ими пользуюсь. Но, скажем так, я не люблю спекулировать этим, скажем так. Я сторонник того, чтобы просто были хорошие отношения и если, допустим, у человека есть какая-то возможность, допустим, и желание мне как-то помочь, то мне это приятно. То есть, я не люблю этим спекулировать. То есть, это как-то вот и для себя лично, и для себя в бизнесе тоже я реже стараюсь прибегать. Но, опять же, тоже бывают ситуации, когда это нужно. Какие ситуации? Опишите, молодежь нас посмотрит потом в записи и они должны понять, для чего нужно формировать вот такие связи. Вот вы в бизнес-молодости были, там много молодых людей, они наверняка между собой коннектились и создавали что-то интересное. Распространенные лично мной используемые случаи, но, опять же, не постоянно, не так, что там каждую неделю я это делаю. Например, я запускаю какой-то новый продукт, и мне нужно в этом продукте как бы понять обратную связь от людей, то есть, что люди вообще скажут, хотят они участвовать в этом, не хотят в этом участвовать. И мне нужно максимально увеличить охват какого-то поста своего. Соответственно, в этом случае я прибегаю ко всем возможным вариантам, то есть, у меня своих личных чатов тоже есть определенное количество. Естественно, там я ни у кого не спрашиваю, там мой чат. Вот. И плюс есть люди, которые, ну, лидеры мнений, так можно сказать, да. Соответственно, также, учитывая, что у нас хорошее отношение с ними, я там прошу сделать репост моего поста, например, и таким образом я получаю поддержку этого человека. Вот. Ну, момент только в том, что вот этими ситуациями лучше, конечно, реже пользоваться. То есть, если это будет регулярно, то уже какой бы там хороший человек ни был, какие бы отношения ни были, то они, скорее всего, либо сойдут на нет, либо человек начнет испытывать какой-то негатив в адрес того, кто просит, потому что один-два раза помочь, это, это и как бы, ну, более-менее еще понятно. Но когда три-четыре, уже система. А когда система, уже сразу возникает корыстный вопрос в голове, да, типа, а что это тут, понимаешь, тут система происходит, а что я, ну, где мой процент, да, где мои деньги, как говорится. Вот. Поэтому это очень важный момент, когда соберетесь расширять свои связи, рекомендую этот момент учитывать. Это ошибка новичков, скажем так. Я через нее проходил, лично. Когда я начинал именно вот в этой теме развиваться, я это делал таким образом. В начале, в самом начале, скажем так, ну, изначально, там, 15 лет назад я начал заниматься фотографией профессионально. Вот. Сейчас я занимаюсь продюсированием онлайн-школ. Вот. К этому пришел через фотографию тоже, да, такие окольные пути у меня были. Вот. И когда я начинал фотографии, мне было важно сделать так, чтобы у меня было много подписчиков, друзей ВКонтакте. Потому что это моя самая любимая соцсеть, соответственно, нужно увеличить количество людей. Я думал, как бы это сделать? Я ничего не смог придумать, кроме того, как просто добавлять в друзья тех людей, которые могут быть моими клиентами потенциальными. Я подумал о том, а что же вообще, какова причина им не нажать на кнопку спам? Ведь это важно. И, соответственно, я придумал такую штуку. Я подумал, что, ну, если я просто запрос отправлю, скорее всего, либо проигнорит, либо там нажмут спам. И я придумал такую технологию. По сути, она, это не такой рецепт, который дает, типа, там, скажи вот эти вот эту фразу, и у тебя все получится. Я придумал вопрос, который поможет тому человеку, который, собственно говоря, будет являться тем спросителем дружбы, скажем так. Вопрос звучит так. По какой причине твою заявку не должны отправить в спам и принять? Что именно цельного будет в твоем сообщении такого, что тот человек скажет, блин, вообще круто, представляешь вообще? У меня будет в друзьях там крутой фотограф, например, и у меня будет еще плюсом еще какая-то возможность. Я давал им возможность. Какая возможность? Лично в моем случае, я говорю, я добавляюсь в друзья, потому что я там, ну, то есть я фотограф, там, привет, давай добавимся в друзья. Если ты не желаешь добавляться в друзья, просто проигнорируй. Вот. Что ты можешь от меня получить? Ты можешь задать мне вот такие, такие-то вопросы, касаемо фотосъемки, там, обучения, то есть вот вообще любые вопросы задавай, я тебе подскажу, отвечу на эти вопросы вообще бесплатно. Все. А так стандартно вообще консультация у меня стоит от трех тысяч. Ну, в тот момент стоила, от трех тысяч. Соответственно, естественно, это очень сильно подкупает. Во-первых, в друзьях есть фотограф и, ну, это, как это сказать, во всяком случае, в моей голове я был далеко не последний человек фотограф в городе, поэтому для меня эта мысль подогревала, но даже если вы только-только начинаете, все равно иметь в друзьях фотографа, который может дать тебе совет бесплатный, это очень круто, на мой взгляд. И точно так же к любой специализации это относится. Точно так же, допустим, если взять нашу текущую, да, вот сейчас специализацию, это вот продюсирование онлайн-школ, точно так же целевая аудитория, также заявка в друзья, также можно дать, что вот там можно запросить у меня такие-то вопросы, я это абсолютно бесплатно тебе дам. Все. Этого уже достаточно для того, чтобы человек сказал, да, хорошо, я хочу быть с тобой ВКонтакте. Все. То есть это если говорить про онлайн. Есть оффлайн, опять же, технологии, да. У меня по технологии БМ есть такая техника посоветоваться, очень такая классная, рекомендую каждому. Вот, и здесь я использовал такую штуку. Когда есть человек, с которым я хочу посоветоваться, я говорил так, что, привет, давай, говорю, посоветуемся. Но так получалось, что те люди, с которыми я советовался, они косвенным образом все равно про меня что-то знали. Вот, то есть я выбирал не совсем незнакомых людей. Вот, но, кстати, незнакомых тоже было, сейчас тоже расскажу. Я писал, говорю, давай мы с тобой пообщаемся, там, у меня есть такая-то тема, это все интересно, я хочу вот с тобой посоветоваться. Во время нашего советования, вот, я говорю, то есть на этой встрече я плюсом еще тебе сделаю офигенную фотографию. То есть, учитывая, что у меня есть скилл фотографа, да, я говорю, что я тебе сделаю классную фотографию. Естественно, большинство людей, кому я писал, соглашались, потому что, ну, во-первых, классную фотографию, ну, ее нужно заказать, чтобы получить просто так, да, обычно за деньги. А тут человек просто поговорит со мной и еще и получит классную фотку себе в профиль, там, в аватарку, может быть, или еще куда-нибудь. Вот, это реально очень такая, ну, подкупающая штука. И, конечно, еще такой момент, смотрите, если мы говорим, ну, грубо говоря, я разделю сейчас людей на несколько сегментов. Есть люди, которые ради денег что-то делают, есть люди, которые там из-за своих каких-то убеждений что-то делают, есть люди, которые делают что-то из-за того, что у них какая-то внутренняя потребность, там, миссия какая-то, вот, то есть, вот, они хотят что-то привнести в мир ценное, полезное, там, и так далее. Вот, естественно, так или иначе, каждого из этих людей сопровождает, и финансовая сторона тоже, то есть, ну, никто это не занимается альтруизмом, да, так или иначе, все равно все зарабатывают деньги, ну, то есть, создают доход. Вот, и вот здесь получается, что, когда речь идет про оффлайн, у меня у самого есть внутренняя потребность, как раз вот та самая, это уровень той самой миссии, когда я хочу создавать что-то полезное, то есть, полезное для людей, чтобы люди через что-то, что, что мое, что я создал, или к чему я имею отношение, становились чуточку, может быть, более умнее, развитие, богаче, круче, интереснее, смелее, опять же, да, то есть, вот, я очень хочу, чтобы через контакт со мной люди становились смелее и создавали то, что, что раньше им было страшно создавать, то есть, и, соответственно, я никогда, как это, как-то, я недавно узнал, обучаясь на ораторском курсе здесь у одного специалиста, вот, ну, я учился у Гандабаса, это было удаленно, и плюс еще здесь у нас в Волграде тоже есть Людмила Семаева, я у нее учился тоже, оффлайн это уже было, и там я вспомнил, что мы давали клятву, оказывается, а клятва звучала так, я никогда, никогда не упущу возможности выступить публично и заявить о своем мнении, и это было просто сказано когда-то в контексте занятий, и самое интересное, что я реально это делаю, я реально на каждом мероприятии, тренинг, там, большой 300-500, без разницы, сколько человек, я ищу возможность что-то сказать, заявить, показаться, вот как влияет эти самые клятвы, которые просто, вот, клятва вроде без, ну, как, ну, не так по приколу вроде все дали, так вот, когда я попадаю на мероприятие, у меня внутренний запрос поговорить со спикером неформально, взять у него интервью, и, соответственно, хороший момент какой? Я фотограф, этот скилл у меня есть, и я хочу брать у них интервью, и это интервью создает пользу для людей, которые, смотря его, станут, опять же, выше в своем развитии, и богаче, опять же, тоже, да? И вот это реально очень классная тема, потому что, оказывается, что со многими спикерами у меня вот это вот уровень вот этой миссии, он совпадает, и когда я подхожу и говорю, дайте мне, пожалуйста, интервью, я хочу взять у вас интервью, смыслом которого является вдохновить людей на какие-то новые там свершения, достижения, подвиги, вот мне отказал только пока что один Гондопас, все, вот к кому я подходил, только вот Радислав мне отказал, и то это было не так, что прям типа отвали, а было, что что-то типа, ну, короче, мне нужно дорасти, ему нужны какие-то охваты, там, тысячные, там, миллионные популярности, там, и так, ну, то есть, как бы, это вопрос просто времени, то есть, он мне не сказал конкретного нет, это тоже, как бы, на очереди, к этому я тоже приду, собственно говоря, вот так это работает, благодарю за приглашение, благодарю зрителей за просмотр и успехов, развития, процветания всем, спасибо!